Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет урок посвящен тому, каким образом уменьшить, либо совсем убрать волосистость рук. Почему этот вопрос важен? Бывает, что фотографируешь красивую модель, она у вас позирует в платье, при этом руки у нее открыты. И когда вы начинаете обрабатывать фотографии в фотошопе, то увидите, что волосы на руках очень заметны. И особенно незаметны, когда вы снимаете модель в контровом свете. Волосы начинают топорщиться. Поэтому я вам сейчас расскажу о том, каким образом либо прибрать, либо вообще убрать волосатость рук. Поехали! Итак, у нас есть кадр. Нам необходимо эту волосатость, которую мы видим на руке, либо минимизировать, либо вообще убрать. Как я справляюсь с волосатостью рук? Единственное, что может хорошо помочь, это частотное разложение. Опять же, этот экшен можете скачать у меня на сайте в рамках семи главных экшенов. Или же записать самостоятельно, как вам удобно. Теперь мы должны понять, что такое волос на руке. Волос у нас разделяется на две части. Первая часть – это непосредственно теневая его сторона. То есть любой волосок оставляет на руке какую-то тень. Если это несколько волосков, то они образуют на руке какой-то определенный конгомерат темных точек, либо сплошная линия. Вот здесь на руках мы видим, что есть вот эти вот четкие, даже можно сказать, линии от волос. И нам нужно их во втором слое просто минимизировать. Что сделать? Размыть по гауссу. И размываем. В среднем я всегда размываю практически с 15 пикселями. Поэтому вы уже подбираете самостоятельно. Мне нравится 15. Нажимаю ОК и так прохожу по всей руке. Вот так размыл. И потом смотрим верхнее слое. Что из себя представляет текстура волос? Это вот эти вот тоненькие линии, темные линии. Нам теперь эти темные линии нужно заменить. Каким образом? Мы ищем на руке любой свободный участок от волос. Если нет на руке, можно взять с лица. А если нет на лице, то можно взять просто элементарно с равномерного фона какого-то. Без четких линий. И теперь с помощью штампа выбираю тот участок кожи, который я хочу перевести вот сюда. И прорисовываю. Уже видно, что волосы на руке вообще исчезают. Так, проходим сюда. Потом беру с этого же участка вниз, прохожу. Таким образом можно также и разлаживать старые морщинистые локотки. Тоже при чем частотного разложения. И в верхнем слое, который отвечает за текстуру. Мы хорошую кожу берем с любой другой части руки. И переделываем на локоть. Так, ну давайте посмотрим, что уже получилось. Слой съедем сейчас. Это у нас было до, это стало после. Минимум манипуляции на самом деле. А такая огромная, большая волосатая поверхность у нас превратилась в нормальную. И конечно же степень этого воздействия, отсутствие волос, да, мы можем контролировать путем изменения непрозрачности. Можем сделать ее поменьше, можем сделать побольше. То есть можем чуть-чуть волос на руке оставить, а можем не оставлять. Надеюсь, вам понравилось это видео. И теперь вы знаете, каким образом волосатость рук прибрать. Если у вас остались какие-либо вопросы нерешенные, то, конечно же, пишите внизу в комментариях, ставьте лайк. И до следующей встречи. Пока.